МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В аэропортах Астаны, Алматы, Шимкента, Актау, Актубе и Караганды. Также совместно с местными исполнительными органами ведется работа по определению других региональных аэропортов, где необходим особый экономический режим. Усилия ведомства направлены на стимулирование направления и перенаправление грузовых потоков в казахстанские аэропорты и в целом на развитие транспортной инфраструктуры страны, говорится в сообщении. По информации министерства, СЭС функционирует в 12 регионах Казахстана. При этом имеются все условия для включения в их число территорий аэропорта. Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая дополнительные сведения об очагах неизвестной пневмонии у детей, об этом сообщает Рейтер. В пресс-службе организации напомнили, что о росте заболеваемости респираторными инфекциями в Китае еще 13 сентября, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Тогда китайские власти объяснили это отмены антиковидных ограничений и циркуляции известных вирусов гриппа. ВОЗ направил официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о росте респираторных заболеваний и очагах пневмонии у детей, сказано в сообщении организации. Отмечается, что очаги детской пневмонии зафиксировали на севере Китая. Больницы там перегружены больными детьми. А вспышка заболевания уже распространилась на крупные города, такие как Пекин. В столице Зимбабве Харари объявили чрезвычайное положение из-за вспышки холеры. Лабораторно подтверждены 50 смертей, но общее число может составлять 150, передает Ассошейтед Пресс. Кроме того, у 7 тысяч человек обнаружены симптомы холеры. По словам мэра Харари Яна Маконе, люди выкапывают колодцы рядом с выгребными ямами, особенно в поселках и пригородах без водопровода. То есть питьевая вода изначально загрязнена. В Красном Кресте и Красном Полумесяце заявили, что вспышка холеры может перекинуться на соседние государства. Власти Зимбабве обратились за помощью к международному сообществу, так как в стране не хватает опытных специалистов, медикаментов и оборудования, а также чистой воды. Вспышку холеры сравнивают с той, что произошла в 2008 году. Она унесла жизни 4 тысяч человек из 100 тысяч зараженных. Вспышки холеры происходят в городах Зимбабве регулярно из-за нехватки чистой питьевой воды и проблем с мусором и канализацией. Жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннеса, как женщина с самым большим количеством зубов в мире, сообщает издание «Хиндустен Таймс». У 26-летней индианки 38 зубов, то есть на 6 больше, чем у большинства людей. Дополнительные зубы начали расти у Калпаны Балан еще в юности. Боли не беспокоили девушку, но родители настаивали на том, чтобы дочь обратилась к стоматологу и удалила лишние зубы. Однако индианка испугалась такой процедуры и решила оставить все как есть. «Я счастлива получить титул. Мировой рекорд Гиннеса – это главное достижение моей жизни», сказала девушка. Специалисты считают, что рост лишних зубов происходит из-за нарушения процесса их формирования. Такая патология называется полиодонтия. Согласно статистическим данным, почти 4% населения мира имеют один или несколько сверхкомплектных зубов. Исторический замок, который был последним домом Великого Моцарта, выставили на продажу, передает Нью-Йорк-Пост. Он расположен у подножья австрийского горнолыжного города Зеймеринг. Замку около 900 лет, в нем 50 комнат. Сооружение претерпело частичные изменения в 15-м и 17-м веках, а за годы своего существования принимало великих гостей, таких как Наполеон Бонапарт, Папа Пий VI, принцесса Изабелла фон Бурбон-Парма и император Франц Штефан фон Лотринген. Ранее замок был выставлен на продажу за 13 миллионов 127 тысяч долларов. Он один из немногих в Нижней Австрии, который по-прежнему находится в частных руках. Аукционный дом Сатабис начнет прием ставок с 1 декабря. В четырехэтажной резиденции есть кинотеатр, библиотека и широкое пространство для развлечений. Здесь также присутствуют уникальные старинные черты, вроде часовни и подземелья. Замок славится своей ролью в музыкальной истории. Именно здесь, в 1792 году, было написано знаменитое произведение «Реквием Моцарта», которое сегодня считается одним из самых ценных музыкальных произведений в мире. Сам Моцарт ушел из жизни в 1791 году, оставив свое последнее великое произведение незаконченным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok